Мы приветствуем всех, кто только что к нам присоединился, вы сделали совершенно правильно. Сегодня мы вместе с вами ностальгируем, окунаемся в прошлое, вспоминаем забытое. Ведь хорошие воспоминания — это наш личный запас счастья, а плохие нужны нам, чтобы эти события не повторились. Это уж точно. Наверное, с этим согласны организаторы исследовательского, экспериментального проекта «Лаборатория воспоминаний», которые решили сохранить память екатеринбуржцев о том, как же менялся наш с вами город на протяжении многих десятилетий. Все подробности мы сегодня узнаем у нашей гости. Финалистки проекта «Лаборатория воспоминаний народных университетов 2.0» — психолога, писательницы Юлии Галяк. Юлия, доброе утро! Доброе утро! Очень рада вас приветствовать. У всех не мой вопрос. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет «Лаборатория воспоминаний»? «Лаборатория воспоминаний» — это такой проект Музея истории Екатеринбурга и издательства «ИДРО», который позволяет людям опубликовать какие-то истории, связанные с городом, связанные с его жителями. Как вы узнали о проекте и стали его участником? Тем более финалисткой даже. У меня появилась идея книги, и я не знала, как ее осуществить, потому что я пробовала, у меня ничего не получалось, и я не знала, как это сделать. И я была подписана на рассылку в Музее истории Екатеринбурга. И когда пришла рассылка о том, что запускается новый сезон «Лаборатория воспоминаний», я решила, что это мой шанс, и отправила заявку, и была принята в лабораторию. Насколько я понимаю, книга вот здесь с вами сегодня. Разрешите, я полистаю, покажу нашим зрителям. Вот, посмотрите, пожалуйста, это вы? Нет, это героиня. А, это героиня вашей книги. Юлия Задин. А, да, вот, пожалуйста. Она здесь тоже есть. Да, вот, красивая очень обложка, восхитительно просто. Да, мне очень хочется узнать еще раз все-таки про ту самую лабораторию. То есть воспоминания, это что? Это дневники, письма, да, какие-то, я правильно понимаю? Да, дневники, письма, это могут быть и интервью. То есть вот эта книга, она построена, ну, больше во многом на интервью конкретного человека. Вот, то есть это могут быть совершенно разного. Может быть, даже какие-то видеозаписи там. Кто она, героиня вашей книги? Это женщина, которая родилась в 1926 году. Ей сейчас 95 лет. И она прожила всю жизнь в этом городе. Она жила в очень интересных местах, во втором городе горсовета. Она работала на заводе 217, это сейчас оптикомеханический завод. Вот она работала после войны в школе 12-й. Это та школа, которая рядом с клубом профинтерн. И у нее потрясающая личная женская история любви. А, так, это одна любовь на всю жизнь? Ну, нет. Ну, там, в общем, интересный сюжет. Не будем все рассказывать. Насколько нам известно, в рамках проекта также предусмотрены встречи и практические занятия. Расскажите, кто их проводит и в каком формате. У нас было достаточно много занятий. Нам научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков рассказывал о том, как искать факты, документы, как подтверждать факты, которые мы получаем. Потом Алена Кунилова – это один из кураторов нашей лаборатории. И на тот момент это была пиар-менеджер издательства «Ядро», рассказывала, как можно легко опубликовать книгу. Кураторы народных университетов Наталья Громачикова рассказывала нам о том, как брать интервью. А Юлия Зевака учила, что делать с семейным архивом. Финалистка первой лаборатории воспоминаний Диана Королькова делилась опытом о том, как писать мемуары. Ну и самая, так как это литературная лаборатория, самое-таки большое количество практических занятий нам дала Елена Ленковская. Это писатель, литературный критик. И она нас учила, как писать, так, чтобы было интересно читать. Великолепно. Вот мне, знаешь, что заинтересовало? Как подтверждать факты? То есть нужно, что, с пяти человек спросить, а правда, что это было? Да. А правда, что это? И вот так подтверждается воспоминание или каким образом? Есть же документы, даже если есть воспоминания, есть какие-то документы в архивах, какие-то открытые источники и так далее. То есть если из нескольких источников все сходится, то тогда можно утверждать, что это действительно какое-то событие было. Юлия, ну у наших зрителей есть возможность получить в подарок книгу. Что для этого нужно сделать? Давайте расскажем. Во-первых, книга доступна на сайте издательства «ИДРО». Она абсолютно сейчас бесплатна, то есть надо только зарегистрироваться на сайте, ее можно просто скачать. Если хочется получить ее вот в таком бумажном формате, то можно прийти на презентацию книги, которая пройдет 2 декабря в четверг в 18 часов в доме Маклецкого. И там книга будет разыграна, и кому-то повезет ее получить. Да, какие условия розыгрыша будут этой книги, чтобы уже наши зрители знали, что их ждет? Скорее всего, там будет свободный микрофон, и там самые интересные вопросы или что-то такое. Ну, возможно, мы придумаем что-то еще, поэтому приходите. Здорово декабря. В общем, приходите обязательно. И завершающий вопрос. Как стать участником лаборатории? Что для этого нужно? Куда звонить, писать, с чем приходить? Лаборатория, вообще народные университеты, они запускаются обычно в начале весны, и об этом можно узнать из рассылок Музея истории Екатеринбурга, собственно, рассылки народных университетов, из соцсетей Музея истории Екатеринбурга и народных университетов, есть специальный сайт cityschools.ru, там тоже вся информация о народных университетах, и там тоже, конечно, появляется информация, когда будет новый набор. Юлия, спасибо. Прекрасно, очень интересное занятие, обязательно попробуйте, если вы заинтересованы. Напоминаем еще раз, что у нас в гостях была финалистка проекта лаборатория воспоминаний народных университетов 2.0, психолог, писательница Юлия Галяк.